Про средние линии все легко. Представьте себе, что есть совершенно другой треугольник. Абсолютно любой треугольник АВЦ. Если я возьму сейчас середину стороны, и здесь возьму середину стороны, значит, это доказывает, что отрезок параллельно, отрезка в АВ, герой в половине, это будет тяжело. А вот если я сделаю так, то я возьму середину и проведу прямую параллельно стороне АВ. Давайте, вот эту точку я обозначаю точкой У, а вот эта точка будет точкой Х. Внимание, я провел ХУ параллельно АВ. А точку У я взял не какую-нибудь, а так, что АУ равняется УЦ. Задача. Докажите, что в таком случае Х это середина отрезка ВЦ, и при этом АВ в два раза длиннее, чем ХИ. Пожалуйста, я понимаю, что мы это решали, но, пожалуйста, вспомните и расскажите. Когда у нас получается переглограмма. Да, у нас получается переглограмма, это разумно. Когда у нас получается показательство, которое у нас было описано, то есть мы тогда... Давайте что-то сделаем. Вы предлагаете взять через эту точку, да? Да. Ну, на самом деле я не очень уверен, что она через эту. Мне-то кажется, что легче было через И. Ну, хорошо, давайте сделаем, как вы хотите. Итак, берем здесь некую точку Z, проводим так, чтобы X, Z было параллельно А, Z. Имеем право. Тогда действительно эта фигура параллелограмма, потому что здесь параллельны, здесь параллельны. И что? Дальше у нас... Дальше у нас открытая страница, чтобы... Нет, чуть-чуть не будет. Вообще, когда учишь математику... Я объясняю. Когда учишь математику, всегда надо стараться целиком уложить предмет в голове. Понятно, да? То есть не то, что на странице такое-то было написано. Просто давайте выходить, чтобы объяснить. Лучше будет. Дальше мы вам доказываем, что вот эти 20-20 годиков, они равны по стороне... по-кому-сторонам и по-у-у-у. Если параллелограмм, то у него будет положенность стороны равна. Да. Это надо отметить. Открызал. Печать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Любой значок, кроме двух палочек, потому что две палочки мы уже используем. Да, пожалуйста. Эти равны, потому что параллелограмм. Да. и Ай равняется и в Z, там уже 2 балла с стороны. Отмечательно. Они равны тоже, потому что, это все помнят, да? У параллелограмма противоположная сторона равна. Напомню, это очень легко доказывается. Если провести диагональ, то возникают равные натослежащие углы, а это значит, что можно применить признак конкретности по стороне и и по прилежащим углам. Отлично. Дальше. Дальше мы можем посмотреть на эти два корня. Вот, C, Y, X и X, Z, B. Они равны по двум сторонам прилегающим к углу. Так, это все понимаете? Покажите, как так углы равны. Нет, угол показывается не так, а такой дужки. А это ни при чем. Да, да, вот этот. Этот. И этот. И этот. Да, да, все хорошо. Потому что параллельные прямые. А, C, X, Z. Так. Дальше, в общем, значит, вот эта сторона, сейчас нет, вот эта сторона, соответственно, равна... Нет, еще раз. Вам недостаточно одного угла. Вот это другое дело. Действительно, потому что X, Y параллельно А, B и секущая, только нельзя двумя дужками. Тремя, четырьмя, одной, но не двумя. Да, тремя. Отлично. Теперь уже, да, по углам и одной стороне треугольники, конечка, крен. Да? Дальше, сейчас скажу. Дальше вот эта сторона срона, она вот эта сторона. А если... Значит, Z середина отрезка А, B. Соответственно, или, вот, по S, это сторона, и S, это отрезка А, B. Да. Нет, нет, то, что или середина было дано по условиям, интереснее другое, что раз треугольник конкретный, вы все как-то срекуете, как-то срекуете, опыт треугольника. Вот так, да, да, такой, и как у... Раз они конкретные, то CX равняется XB. А это андре будет. Что, отлично. Вы поняли, что она сказала? Все, спасибо, все правильно. Вообще, все правильно. Все, все. Она догадалась провести через точку X отрезок, чтобы воздруг параллелограмм. После этого вспомнила, что параллелограмм в положенные стороны равны. Господа, надо довести себя на состояние, когда все вы такое рассуждение будете способны рассказать. Вместе с тем, возможности каждого резкого доски спросить, но в голове, пожалуйста, прокрутите этот текст. Называется, в общем, все говорить по-русски. Итак, проведем через точку отрезок, чтобы возник параллелограмм. Отрезок XZ проводим, да? После этого возникают конкурентные треугольники, и значит, как получается доказательство теоремо-оследие или нетю. Отлично. Теперь давайте сразу посмотрим, какие замечательные выводы можно сделать из из этой теоретики. А вот давайте скажем так, представьте себе, что у нас есть системы координат. Самое, что у нас есть, обычно, не как-то системы координат на поле. И есть какая-нибудь точка. Ну, я сейчас производно пишу числа, скажем, точка с координатами 3,5. Да? Точность координатами 3,5. Абсолютно произвольная точка с координатами X, Y. И мы берем и делаем вот так. То, что называется центральная симметра. Давайте координаты этой точки обозначим Z, T. Берем какую-то другую точку. Например, точку с координатами 2,3. Есть такая, наверное, да? Точка с координатами 2,3. Через эту точку проводим. Я не очень красиво написавал. Наверное, надо подальше взять точку X, Y. Тогда здесь будет немножко пониже. И тогда будет красивее. Посмотрите, все это, правильно? пусть вот эта точка будет иметь какие-то координаты S, T. Задача. Написать формул для Z, для T, S, так, ты, иди сюда, сюда, S, и для R. Хорошо. Я числа взял совершенно произвольную, тем не менее, давайте нарисуем координат на этих чисел. Итак, дана точка с координатами 3,5, и точка с координатами 2,3. Прямо по клеточке предпочитать. Берем произвольную точку с координатами X, Y и отвечаете на такие вопросы. Во-первых, что будет, когда в первый раз сделаем центральную симметрию, то есть отразим точку с координатами X, Y относительно точку с координатами 3,5. И что будет, когда второй раз сделаем, а именно из полученной точки получаем новую, отражая относительно точку с координатами 2,3. Я на доске дорисовал естественно примерно, а вы должны скользиться по клеточкам и у вас все получится. Один раз мы это с тобой уже все решали, разбирали. Сейчас у тебя повторное прохождение. Кстати, народ, не стесняйтесь никогда читать, что-то разбирать второй раз. Я вам больше что-то скажу. Некоторые вещи лучше прочитать второй, третий раз, потому что бывает, что вы вдруг обнаруживаете то, что на этом совершенно не понимали это знать. Вообще разумные книги стоит читать поездки, ну а плохие лучше вообще никогда не читать. в том, вчера привела замечательная информация о том, что в Академии наук в нашей стране происходят какие-то удивительные процессы, а именно президент Академии то ли отстранен, я так и не понял, чем все это кончилось, вроде бы в понедельник будет принято окончательное решение, выборы, когда будут выборы, и так далее, и так далее, и так далее. Вы скажете, что вы не академики, вас это совершенно не волнует, а на самом деле есть одна вещь, которая вам полезна понимать по этому поводу. Господа, смотрите, как устроена в настоящий момент Академия наук. Она устроена совершенно замечательным образом. Есть Академия наук, где всякие ученые, над учеными их начальники и академики, а дальше внимание, эти самые академики принимают какие-то решения, и эти решения вступают в силу только в случае, если их одобрит куратор Академии из правительства. Если кто-то из вас читал книжку про Гарри Поттера, помните, там был такой Дамблдор, был? Директор школы. Вас никогда не удивляло, до какой степени Дамблдор там вел себя независимо по отношению к министру Манни? Что он что-то удивлялся. Удивлялся, да? Так вот, господа, на самом деле это не случайно. И это действительно так было во многих университетах. Есть такое понятие университетская свобода. Вот мы в Португале, которые проводят две дни школы, там совсем близко от этого города есть город Каимбра. В городе Каимбра университет, который, если я не путаю дату, 1537 год. Так вот, смотрите, как он был устроен. Примерно в этом году, там, в 1536-м, по-моему, в Португалии ввели инквизицию. То есть, вот эта вот, так сказать, католическая власть полностью из-за соседней Испании пришла туда. И именно в этот год король Португалии сделал следующее. У него не было сил остановить инквизицию, но он свой замок подарил университету. И, внимание, полный замок подарил университету, да, этот университет имел своего ректора, свой ученый совет и свою университету. И вот мы были, я даже два раза, настолько замечательно. В общем, те, кто читал Гарри Поттера, должны понимать, что во многом, поскольку она сама жила в Португалии достаточно долго, во многом вот эти вот сцены из Нижнего Гарри Поттера сцены действительно из того университета в Каимбре. Так вот, понимаете, университет действительно пользовался автономией. И сотрудники и студенты университета не были трудимы обычным судом. Университета была своя автономия. Министр магии не мог снять данные. В нашей стране это звучит смешно. Как это? Вдруг начальник следующего уровня не может взять пинком и спихнуть там какого-то подчиненного. Ребята, развитие начинается в тот момент, когда убирают вот эту мертвичину, вот эту вертикаль власти. Потому что если у вас академии собираются, убирают президенты академии науки, но знают, что их выборы будут утверждаться каким-то чиновникам в правительстве, и соответственно, сколько бы они раз не проголосовали, пока они не проголосуют за человеку, который понравился тому чиновнику, их голосование бессмысленное, потому что они выбрали кого-то, им сказали, нет, это человек подойдет, они выбрали следующего, нет, это человек подойдет, и в конце они все-таки вынуждены будут рано или поздно проголосовать за того, кто подойдет, ну, или поставить себя в ситуацию, когда будет, так сказать, исполняющая обязанность, да, повторяю, вы не академики, но когда даже академия наук не обладает никакой автономией, и даже академики на самом деле понимают, что когда они голосуют, их голоса нужны только в качестве посмешища, да, что это сам удивительный принимает участие в выборах, когда ты знаешь, что тебя все равно все решили. Казалось, уже пожилые люди, там, некоторые по 80 лет, и они приходят и голосуют и знают, что их мнение глубоко наплевать. Понимаете, эта вещь, в общем, серьезная. Она уничтожает, она уничтожает очень многое, она уничтожает желание думать, желание самостоятельно принимать решения. Ну, и понятно, что если автономии нет даже у академиков, автоматически ее нет железной идеи. Вот эта вот университетская свобода, академическая свобода, это то, что смогли получить в Европе даже в средние века, да, там, 16 век вообще-то, и это уже было. А на самом деле, во многих местах это было и гораздо раньше. И то, чего не сумели получить в нашей стране еще никогда. понятно, когда-нибудь все-таки это мы получим, пусть с опозданием на 600, на 1000 лет, но получим. И с этого момента начнется развив. университетская автономия, академическая автономия, это вещь абсолютно необходимая для нормального развития науки. Кстати, заметьте, пожалуйста, этот чиновник в Академии наук, который курирует Академию наук, запросто может быть вполне себе хорошим человеком. Я сейчас, не думайте, пожалуйста, что я сейчас говорю, если честно, я даже не знаю его фамилию. Он запросто может быть человеком самым лучшим. Проблема здесь совсем в другом. Проблема в том, что решать глубоко научные дела поручается человеку, у которых в них вообще ничего не понимает. Понимаете? Ведь ученые должны решать проблемы ученых, понимая их, зная о них что-то. Да, если вы не в состоянии написать информность, вы просто вообще не понимаете, что такое координат. Или, может, правда вы понимаете? Что такое абсциссоточки? Знаете или нет? Не знаете? То есть, вас в школе этого не учат? Там, пятый ряд, восьмое место. Или там, в морском бою. Там, я стреляю, не знаю, там, авусинь, да, это даже. Неужели это не понимаете? Если у вас есть две перпендикулярные прямые, и здесь нарисован геничный отрезок, берете любую точку, проводите, параллельно этим прямым, вот этот отрезок называется абсциссом. Нет, казалось, что это совсем все знают. Пишут их в скобочках, да, два числа. А чему вас тогда учит фонансы, учили? Простите, я пошел в кинотеатр, мне продали билет на восьмой ряд, на пятое место. как это можно не знать? А срой же представь. Я говорю, билет уже не покупали когда? Крометарная вещь. Если у вас есть отрезок, вот представьте себе напрямую, может, вы это тоже не знаете? у вас есть отрезок, скажем, я не знаю как, вот здесь вот у вас пять, вот здесь вот у вас девять единиц. Скажите, пожалуйста, середина это будет что? Сколько? Семь. Семь, ура! Как найти число семь, зная числа пять и девять? Деньги и как же мы ищем среднее отмечения? Деньги сетку 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 Замечательно! Все числа это в данном случае что? Пять плюс девять Делить на два Делить на два Ура! Господа, теперь давайте разбираться. Если есть две точки вот он отрезок соединяющий две точки Вот у этой точки были какие-то координаты х1 и х1 а у этой точки были какие-то координаты х2 и х2 будьте добры мне объяснить какие координаты будут у середины отрезка Сможете? Что надо сделать чтобы найти координаты середины отрезка? Что? Ну скажи прониктую формулу Не слышу ничего Ага Надо сложить абсциссы Что у нас будет? И поделить пополам И сложить координаты Отлично Ну вот теперь я считаю координаты координаты середины отрезка действительно так вычисляются Почему? Потому что если все проведешь вот параллельно на все ординаты то здесь будет число х1 и будет х2 а значит середина этого полусума и наоборот когда вот так проведешь то здесь будет полусума и условие задачи взяли на пустости точку с координатами х и отразили ее симметрично относительно точки с координатами 3 5 требуется найти что получили после этого полученную точку отразили относительно точку с координатами 2 3 опять нужно понять что получилось в какую точку все перешло то есть надо написать 4 формулы z равно t равно s равно r равно где z t координаты после первой симметрии а s r координаты после второй центральной симметрии все что нужно вам уже рассказывал я уже объяснил как высчитываются координаты середины отрезка что такое середина отрезка вы понимаете или нет что такое координат поняли что туда еще надо координат молодец что что подавляю почему мы знаем что это точка да точка на самом деле может вот так объясняю Ведь мы хотим, чтобы при сложении вот этих двух чисел получилось число, которое, если его пополам поделишь, будет равно 3. Давайте дальше мы сравним. Мы хотим, чтобы x плюс z, деленное на 2, равнялось 2. Итак, x плюс z, деленное на 2, равно 3. А что это значит? Значит, x плюс z, это что? Это 6. Так вот, если вы нашли z, то можно найти критерий? Там же то же самое. Конечно, пиши, пиши. 10 минус y. Так, а почему 10 минус y? Потому что если 10 минус y сложишь с числом y, то при делении пополам как раз получится 5. А теперь, что будет ухудшиться, так не будет. Смотрите, я думаю, двойная пятерка минус. Отлично. А вот теперь вопрос. А как выразить число s через z? Вот, допустим, z через x мы выразили. А как выразить s через z? Да. Конечно. Пиши, пиши уже. 4 минус s. А можно вы все запишите? А? Да, нажимай, и очень плохо видно. Лучше вообще все, что ты написал, поставь, введи. 4 минус s. Да, и все тоже. 4 минус s. Только место, конечно. А, z. Не бывает, s равно 4 минус s. s это 4 минус z. Бывает. Я знаю, если вы... Нет, в нашем случае z это призвольная. Вот это вот дурацкая школьная привычка. Специально написать так, чтобы учитель не видел, что там написано. Чтобы вам поставили пятерочку просто потому, что не видят, что у вас там написано. Ах, а у меня же неразборчиво, поэтому вы не можете мне поставить плохую оценку. Ребята, если вы хотите выучиться, вы должны все писать четко, разборчиво. Чтобы вам исправляли ошибки, а не ставили пятерку, потому что не смогли прочитать. Итак, 4 минус z. А вот теперь надо вместо z подставить 6 минус x. И что же у нас будет? Давайте здесь внизу. Там, нам новую строчку, потому что там уже будет вязать. s равно 4 минус z. А вместо z надо писать 6 минус x. 4 минус в скобках. В скобках 6 минус x. Скобка должна быть дна. Отлично. Что же это такое? Когда из 4 вычитают 6 минус x. 4 минус 6 плюс x. Молодец. А это? Как это понятно написать? x минус 2. Это x минус 2, конечно. 4 минус 6, это минус 2. x минус 2. Так, вам осталось чуть-чуть написать формулу для начала. Как выражается l через t? 6 минус t. 6 минус t. Отлично. 6 минус t. Ну и где-нибудь там на чистом месте надо сейчас написать r равно 6 минус... Чуть-чуть левее, вы же не левите же. Еще левее. 6 минус... А в качестве t надо писать вот это значение. 10 минус y. 6 минус 10 плюс y. А это будет? Это будет... y минус 4. Все. Спасибо, отлично. Спасибо. Господа, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас получилось. У нас получилось, что формулы для чисел s и r простые. s это x минус 2, r это y минус 4. Как называют перемещение плоскости, когда x уменьшается на 2 единицы, а y уменьшается на 4 единицы? То есть, ну вообще неожидательно перемещение. Когда x на какую-то... Все обсессы на одну и ту же величину меняют, и все ординаты тоже на какую-то другую величину. Как это представить себе геометрически? Что это за перемещение? Повторяю. Как геометрически представить себе, что была точка x, y, а стала x минус 2 или x минус 4? Представьте себе, что вы должны по телефону объяснить. Вот у тебя есть плоскость, ты с ней... Что сделаешь? Куда... В какую сторону сдвинь, и на сколько? Не слышу. Что стоит? Вниз. Насколько вниз? Неуверно. Вниз это поем. Вниз на 4 единицы и... И влево на 2 единицы. Конечно, господа, это называется параллельный перенос. Да? Параллельный перенос. Надо сдвинуть вниз на 4 единицы и влево на 2 единицы. Отлично. Теперь давайте я вам еще раз нарисую идею этой картинки. То есть мы взяли точку, отразили ее относительно некоторой другой, и после этого полученную точку отразили относительно еще одной. Господа, а вы видите, что на самом деле эта задача, это то, что мы обсуждали про средние линии. Или нет? Разве нет? Вот эта точка была с координатами 3,5. Вот эта точка была с координатами 2,3. Вот этот вектор сдвига, это вектор на единицу влево, то есть минус 1, да? И на 2 единички вниз, то есть минус 2. Соответственно, вот этот вектор, это минус 2, минус 4. И у нас так и получилось.